Добрый день, дорогие друзья! Ханука Самеех Мы продолжаем наше изучение Торы И сегодня, последний день праздника Света Мы продолжаем недельную главу Торы Вайгаш Вчера мы остановились Что? Йосиф отправляет братьев Домой к отцу Просит Якова спуститься в Египет Говорит, чтобы ты не обнищал Ибо еще два года Был только голод И еще пять лет будет без урожая Без пахотой жатвы Прошу тебя сойти в Египет И братья получают еще одно последнее испытание До этого Испытание было Едой Поставили перед Бедемином больше еды Чем перед другими братьями То есть ни на чем Бедемин все равно не съест больше, чем положенного человека Такие испытания они проходят Испытания тем, как они будут бороться один за другого А теперь испытания богатством Написано, что Йосиф Дает в подарок братьям По одной смене одежды А Бедемину пять смен одежды Кроме этой одежды Йосиф Дает Бедемину состояние 300 серебряных монет То есть деньги невероятные Что это такое? 300 серебряных монет Наши мудрецы говорят Что стоимость Пещеры Махпила 25 серебряных шекелей Это с полем С деревьями С пещерой Совсем Это Эфрон за нее Назначил невероятную цену Ограбил Аврагама Но можете себе представить Что можно 12 пещер с полями Купить за эти деньги Это невероятные деньги Вследствие человек не может столько заработать Или Тора говорит Это 10 рабах стоимость Этих денег То есть он становится богачом на месте И братья Это тоже нормально переносят То есть они и это испытание Спокойно переносят Даже если мы берем Что Ну одежда Ну дал им по смене одежды А Бенемины пятерой надежды Не сильно обратишь внимание Но когда мы смотрим Допустим На штанах Когда Шемшон Говорит Филистинлянам Что Я Говорит Если Сделаю так я сказал Вы мне отдадите Каждый из вас По Одной смене одежды Так же я вам Одна масья проиграю И они сказали Он нас разорить хочет То есть Одежда имеет огромную стоимость Это тоже так А у него пять одежд То есть Но братья нормально Братья нормально в одежде Кроме того Иосиф Иосиф сказал Не ссорьтесь По дороге Раби Шлом Ицехи Болосвенной памяти Раши Пишет Это означает Что не надо Выяснять Кто из вас Больше виновен В том Что продали Иосифа Не надо Идите Спокойно Домой Делайте то Что Хочет вас Сесильный Привезти отца своего сюда Они пришли Пришли к Якам Сообщили ему Обо всем Что Иосиф Просил передать Привезли Ослы Груженые Самое лучшее Что есть Египте И десять Ослит еще Которые Принесли зерно Все привозят Якову Рассказали И не поверил Он им Но когда он Услышал слова О Телиться С проломленной шеей Он понял Что это можно Только Иосиф Перед тем Как Иосифа Отправить Проведать братьев Это мы читаем С вами В главе Вайшев Мы что Видим Мы видим Что Иосиф Уходит И никто Не знает Что Они учили С Яковом А они Учили Закон Атилицы Это такой У нас есть закон В книге И дворин Что если Нашли Убитого Человека То Будыльцы Ближайшего Города Старейшины Отличают За его жизнь Измерили Расстояние К ближайшему Селению И виновны Виновны Старейшины Этого города Почему Виновны Потому что Закон Такой Что Чтобы Человека Не подвержать Опасности Они должны были Или проводить Его Или не выпускать Его ночью Кругом опасности То есть Вина их не есть Законы И гостеприимства Нарушены Какие-то Законы не нарушают Поэтому Они должны Поклясться Что Не сделали Ниакой Ошибки В этом Не совершили Какого-то преступления И не берут Телицу И резаком Ее убивают И говорят Что Мы не проливали Этой крови Вот такой закон Удивительный закон И Это Совершается В том месте Где Нет Посевной земли Где не засевается Потому что Мы знаем Подобные вещи Что Когда Каин Убивает Евеля То написано Что Кров Голос Кроме твоего брата Зывает и земли Теперь ты проклят И земли И земля Не дашь Своего урожая Может быть Поэтому Здесь Написано Что Вместо Скалистой Убивает Телицу В общем Вот так вот В общем Этот закон Они учились Иосифом И Яков Понял Что Что Это мог знать Только Иосиф Кроме Того Он увидел Колесницы Которые Прислал Фараон По приказанию Фараона Иосиф Их дал Эти колесницы А это Не мог Дать кто Нибудь Другой Кроме Фараона Кто Это Может Это Как Танк Это Боевое Оружие Мало Мы знаем Мы знаем Когда Мы Вышли Из Красного Моря Что Мы Собирали Драгоценности Из Колесниц Египтян Были Колесницей Украшенной Драгоценностями То Это Понятно Яков Понял Что Это Было Только От Иосифа Он Понял И Ожил Дух Якова Отца И Сказал Израиль Довольно Йосиф Сын Мой Жив Теперь Поеду И Умру Теперь Спокойно Чтобы Я Его Увел Прежде Чем Мне Умереть То Есть Он Просто Ожил 22 Года Он Страдал Наши Мудрецы Говорят Человек Страдает Когда Умирает Из Родственников Через Год Становится Легче После Траура Годовалого А Тут Уже 22 Года Он Острадал И Все Не Мог Успокоиться Он Чувствовал Что Йосиф Возможно Еще Жив Он Чувствовал Он Не Знал Этого Но Вот Так И Теперь Он Ожил И Он Идет Идет Яков Прежде Всего В Бершеву И Приносит Жертвы Бершеве На Там Есть Где У него Был Раньше Жертвенник И Написано Явился Всесильный Яков В Ночном Ведении И Сказал Яков Вот Я Не бойся Сойти В Египет Ибо Большим Народом Сделаю Я Тебя Там Я С Тобой Сойду В Египет Сделаю Тебя Большим Народом В Общем Яков Получает Пророчество И Очень Важно Что В В Ночном Ведении То Он Не Как Маш Напрямую Получал Вот Он Сказал И Все Яков Получал Ведение Так Маши Пророчество Получали В Ведении Или Во Сне То Есть Тем Очень Ценно То Что Они Делали Даже Верили Всевышнему Вот Так Хотя Маши Получал Такое Пророчество Что Было Легче Напрямую Я Напрямую С ним Говорю Ни Намеком Ни В В В Семья Якова Готовится К Спуску В Египет И На этом Наш Сегодняшний Урок Заканчивается Урок Был Дан За Подятие Души Михаэль Бен Леви Берт Бат Исраэль Павел Бен Эфим Самой Бен Гер В памяти Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель Яков Бен Нахум Владимир Бен Григорий Хай Мал Бат Йосиф Розавод Михаэль Здоровье Светлана Бат Клара Майя Бат Фаина Шимон Бен Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Бат Соня Сура Лена Бат Рара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен София Двойра Бат Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Моэй Евгений Бен Берта Гей Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Милена Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Сара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фей Берта Ася Бат Года Мар Бен Нина Ира Бат Вера Леор Бен Клара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Цара Ида Бен Хаве Олива Ефим Бен Соня Майя Бат Фаина Алексей Бен Ольга Мазал Параса Сгула Ирина Батури Арон Алия Бен Ри Закрош Шадух Арон Алия Бен Двой Радис Бен Ахум Алигаль Бат Бат Рафаэль Алия Лариса Параса Брю Бланира Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хороша Олегу Марченко Всем Браха Параса Камана Мазал ТО Что мы Это время Не грешили Учили ТОР Всем желаю Крепчайшего Здоровья И до Следующих Встреч Ханука Самех Шалом